Начинается второй день, точнее он уже давно начался, это для меня, он начинается второй день Московской международной книжной ярмарки, 34-й по счету. Так как экспоцентр длинный, для того, чтобы найти именно место проведения ярмарки, нужно ориентироваться на желтые флаги и вход только один, то есть войти нужно только здесь. Сначала проверяют билеты, затем через просвечивание проверяют сумки, проходишь через рамки. Это одна из самых жестких проверок на ярмарках, что я видела, если честно. Вот, середина дня субботы, довольно людно, здесь нет дожди, когда я из дома выходила, немножко крапал дождик, это было не супер приятно, но сейчас более-менее. Температура около 10 градусов, что тоже скорее плюс, я боялась, что будет гораздо меньше. Где-то внутри меня ждет Таня с непроговариваемым, непоговариваемым ником Raised Eye. Мы сейчас его, ее найдем. Его, то бишь, глаз. Извините, я очень заговариваюсь, потому что у меня стресс на стрессе весь сентябрь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уличный павильяр Уличный павильяр Уличный павильяр Уличный павильяр Я всегда скептически слушала тех, кто вот так вот очень экспрессивно говорил, что вот программа ни о чем, сходить некуда, ничего интересного. Но боюсь, что в этом году я как раз оказываюсь в лагере тех, кто недовольно бухтит по поводу произошедшего. Во-первых, у меня ощущение, что в этом году в сентябре откровенно мало новинок. Возможно, большинство издателей все это немножко задерживают к нонфикшену, чтобы выпустить это к нонфикшену. Возможно, были еще какие-то причины, но мне кажется, что, например, в прошлом году в сентябре было гораздо больше новинок и было гораздо больше возможностей, чтобы то ни было пообсуждать. Собственно, если мало новинок, значит мало книг, которые было бы интересно презентовать, интересно пообсуждать. И, возможно, было просто дорого покупать возможности для каких-то мероприятий, то есть арендовать сцену. Поэтому некоторые издательства просто решились в это не вкладывать. И отсюда программа вышла, конечно, да. Было много локальных презентаций, то есть, ну, это книги прикладные, например, или книги от каких-то блогеров, у которых есть своя аудитория. Но это немножко не то, что мне было бы интересно и что мне было бы интересно освещать для своих зрителей. И я думаю, что большинство тех презентаций, которые проводились на ярмарке, не совсем заслуживают времени и интереса с вашей стороны. Как всегда, была довольно обширная деловая программа, особенно в понедельник, в последний день работы ярмарки, когда обсуждались цифры, рост книжного рынка и всякие такие специальные вещи, касающиеся книжной индустрии. На протяжении всех дней были специальные встречи издательств с библиотекарями, на которых издатели представляли свои новинки. И я, на самом деле, очень поощряю вот эту струю в работе МКЯ, которая касается более интенсивного вовлечения, наверное, библиотек и библиотекарей в существующие структуры книжного мира, книжной индустрии. Я вижу, что библиотечная программа все увеличивается и увеличивается из года в год, но у меня нет сведений, насколько эти мероприятия внутри ярмарки действительно хорошо работают. И это действительно дает какие-то возможности для налаживания контакта между издателями и библиотеками. Библиотек Москвы был не только собственный стенд, но и собственная сцена, где очень бодро шли лекции и такие задорные, интересные. А само пространство рядом со стендом было, как это всегда делают библиотеки Москвы, достаточно интерактивным. Там можно было наклеивать стикеры с какими-то фразами, можно было фотографироваться сквозь стекло, на котором рисовали какие-то шляпы, какие-то вещи, как будто бы додерживших в руках. В общем, можно было вот так вот играть, фотографироваться. И мне кажется, что это такое интересное вовлечение. И многие посетители выставки действительно обращают на это внимание. И из ярмарки в ярмарку это видно. Довольно интересной частью программы стал фестиваль независимых авторов, под который была отведена отдельная сцена, и где балом рулил по большей части Литрес. Много обсуждали кейсы СМСД от писателей, которые добились определенного успеха внутри СМСД от сферы. Также говорили о сложностях и возможностях, которые встречаются на пути человека, который решил самопубликоваться в интернете. Я не возьмусь судить о содержательности каждой отдельной встречи в рамках фестиваля независимых авторов, но сам факт того, что сейчас СМСД, пусть и внутри парадигмы Литреса, вот как бы это смешно, фестиваль независимых авторов, но при этом Литрес. Ну ладно, окей. Что СМСД стал такой заметной частью общественной дискуссии, дискуссии внутри индустрии. Уже несколько лет ведутся разговоры о том, что СМСД платформы вроде Литреса и Редеро, такие платформы как Литмаркет, Литнет, Призрачные миры и дальше по списку, они могут очень сильно изменить ландшафт и экономику традиционного книгоиздания, к которому мы привыкли в последние десятилетия. Я убеждена, что этот тренд, СМСД-овский тренд, будет вне всякого сомнения усиливаться в ближайшие лет пять. И мне кажется, что ММК Я здесь важна как такая веха, потому что в этот раз про это говорили гораздо больше, чем на последних, не знаю, трех-четырех ярмарках вместе взятых. Программа мероприятий все еще доступна на сайте ярмарки. Со всех сцен велись видеотрансляции, и мне кажется, что это как раз одно из положительных последствий нашей пандемии на эпохе. Все можно посмотреть на YouTube. Обращаю ваше внимание, что трансляции велись не дробно, то есть на каждую встречу отдельное видео. Нет, трансляции велись одним большим потоком с каждой сцены в течение одного дня. То есть каждый ролик длится примерно 9-10 часов и покрывает все мероприятия на одной сцене в один конкретный день. Если открыть расписание и открыть карточку какого-то мероприятия, которое вас заинтересовало, вы внизу увидите ссылочку «Посмотреть в записи». И эта ссылка приведет вас на тот самый большой ролик, 10-часовой, который относится к этому дню и к этой сцене. И там остается только пролистать до того мероприятия, которое вас интересует. Я понимаю, что это менее удобно для зрителей по сравнению с обычными роликами, где, значит, один ролик — это одно мероприятие. Но мне кажется, что для организаторов вот так вот было сделать проще. И поэтому я приглашаю вас открыть программу, поизучать ее и послушать те встречи, которые вас заинтересуют. Спасибо, что такая возможность есть. Очень много народу. Во второй день, в субботу, у меня было запланировано два мероприятия и, по крайней мере, одна встреча с Таней, автором канала Raised Eye. Буквально как только я пришла на ярмарку, мы случайно встретились с Ярой, моей зрительницей и автором YouTube-блога Нечитайка. И мы втроем так насыщенно, интересно, полно поговорили про книги, про книжный блогинг, про жизнь. Это было прям очень круто и именно что насыщенно. Что касается встреч. Во-первых, я обещала Даше с канала Angry Books, что я подпишу для нее книги у писательницы Уны Харт. Уну Харт вы можете знать по ее дилогии «Тролли и пик. Дикая охота», которая мне лично понравилась. И мне сама Уна Харта безумно импонирует. Она чудесная, замечательная. И мы с Дашей, как самые настоящие историки, сидим и вот так вот напряженно ждем ее новую книгу, где место действия — это Исландия 17 века. Просто красиво стой. В общем, Даша Angry Books большая фанатка Уны Харт. И мы сейчас ей организуем, значит, экземпляры с подписями. И пойдем смотреть, есть ли там вообще Настя или ее нет. Так вот, первое мероприятие в час дня в субботу была встреча с несколькими авторами Ян Кедалт книг, которые выходят в Эксмо в редакции Киры Фроловой. Это Анастасия Гор, это Уна Харт, это Евгения Сафонова и Антонина Крей. Возможно, кто-то из вас в Инстаграме видел чьи-нибудь сторис со встречи с Лией Арден, которая была в воскресенье, и вы могли бы видеть, что там просто колоссальное количество людей, то есть прям реально очень много. Тут было поменьше на этой встрече, но тоже очень людно, очень много народу. Это была та самая мизерная сцена, на которой было где-то 10 или 15 стульев, и большинство присутствующих просто стояли все 40 минут, пока встреча длилась. Мне кажется, что сейчас вообще понятие «популярный автор» довольно смутно. То есть если раньше это можно было измерить, я не знаю, экранизациями, то сейчас как будто это понятие гораздо шире. И оно, на мой взгляд, несколько искусственное. И оно, на мой взгляд, несколько искусственное. И потом мы все дружно стали стоять в очереди за автографами. Слава богу, место для автографов было, но мы в какой-то момент чуть-чуть мешали людям проходить. Вот, то есть места было мало. И я успешно подписала книги для Даши, сегодня же отправлю их в Тюмень. И я также выразила Уне всю глубину моего ожидания новой истории. Очень жду, когда она наконец-то выйдет. Спасибо. Так, ну что, Даша может быть должна мне до конца жизни, но я получила автографы на обе книги. И теперь следующий пункт. Это была встреча с авторами Янка Далта из Эксмо. Это редакция, чтобы помнил, как она называется, но где Кира Фролова всем заправляет. И сейчас время начало третьего, но я уже вижу большую толпу на стенде Руграма. И там будет сегодня встреча с Ириной Котовой. А если вы хотите напишать душный комментарий про мою любовь к королевской крови, то, пожалуйста, не пишите никаких душных комментариев. Спасибо. Вторая встреча. В субботу на ярмарку приехала Ирина Котова. Это была встреча с читателями, приуроченная к выходу седьмой части подарочного переиздания Королевской крови. Ирина уже несколько месяцев хотела приехать в Москву и строить встречу с читателями, но из-за всех вот этих ограничений, которые у нас есть, да, это не очень складывалось. Но вот на именке я удалось. Я люблю Королевскую кровь как comfort reading, комфортное чтение. Потому что Ирине удалось создать много очень разных героев, которым я неизменно сопереживаю. Какие бы глупости они ни творили, что бы они ни делали, какие бы ошибки ни совершали, я очень вовлечена в то, что с ними происходит. Королевской крови — история королевской семьи и отдельных ее членов, со всеми поисками себя, рефлексией, поиском любви, преодолений каких-то внутренних и внешних барьеров. То есть история семьи и отдельных ее членов вплетается в судьбу богов и в судьбу целого мира. И вот этот постепенный переход от локальности, которая была в первых книгах, к глобальности и эпичности, эпохальности, которые присутствуют ближе к концу цикла, вот это мне тоже безумно нравится. В нашей жизни есть вещи, которые мы любим беззаветно, самозабвенно, безусловно. И мы любим их, отдаваясь исключительно эмоциональному началу. И вот для меня Королевская кровь — это как раз история из шкатулки, а так только эмоциональная. В начале лета я пока болела, переслушала залпом все 10 частей Королевской крови. И да, я снова убедилась, что я вижу недостатки текста, я вижу несовершенство писательской техники, которые могли от иных книг меня бы оттолкнуть. Но даже несмотря на них, я люблю Королевскую кровь и продолжаю ее любить даже после второго перечитывания. И в этот раз на ярмарке Ирина и издательство Т8 Руграм подготовили подарочные боксы. Туда вошла свежеотпечатанная седьмая часть, и эти боксы были предназначены для блогеров, которые когда-либо рассказывали про Королевскую кровь, делали пост, видео и так далее. И большое спасибо, что мне бокс тоже перепал и предназначался, потому что я впервые упомянула о своих впечатлениях о Королевской крови, тогда, когда мой канал был просто мизерным, очень маленьким. То есть я прочитала серию задолго до того, как на Буктьюбе стали читать просто все и поголовно рассказывать. Бокс мы обязательно распакуем и сделаем это в ролике про книжные покупки с ММК, который выйдет на следующей неделе. Я получила бокс у Ирины Котовой, формально встреча в 3, но там уже масса людей пришла и села, и там очень мало места. Тем не менее, хорошо, что тем не менее, место есть все равно. Вот, это не официальная сцена, а скорее сам стенд издательства. Вот, ну, да, одного шопера мне явно не хватает, с другой стороны, сегодня мне уже ничего купить нельзя, потому что мне просто не влезет. Надо забыть о том, что в рюкзаке у меня есть место. Так, сейчас мне нужно небольшое время перерыва, потому что очень жарко и очень душно было внутри. Мне сейчас надо просто немножко охладиться и, может быть, поесть. Вот, еще я, кажется, вижу Таню и Яру, и я их отпустила, чтобы они не стояли вместе со мной, пока я брала автограф, но вот я их вижу. Ура! Сама встреча прошла не то, чтобы прям идеально, потому что пришло много народу, а отдельной сцены под эту встречу не было, и все это проходило на стенде издательства. И стенд издательства мог, ну, человек 15, может быть, максимум вместить, и все остальные стояли в проходе и пытались что-то услышать. Но на задних рядах не было не слышно ничего. Поэтому ваша покорная слуга мало что услышала со своих задних рядов, но мы достаточно интенсивно пообщались с Таней и Ярой, и я надеюсь, что мне удалось склонить их к тому, чтобы хотя бы попробовать почитать Королевскую Кровь. И мне кажется, что особенно сейчас, когда наступают осенние темные грустные вечера, эта история подарит массу положительных эмоций и немножко расцветит жизнь красками тогда, когда окружающая нас природа вся будет черно-бело-серой. Я с вами выбрала немножко иначе, да? Любовь. Будешь в райский сад первый липой выбрать? Да. Мне интересно, я бы хотела почитать. Сомнений, конечно. А если бы... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok